В Славянской центральной районной больнице продолжает свою работу школа здоровья. В этот раз темой встречи стал сахарный диабет. О причинах этой болезни, а также мерах профилактики, славянцам рассказала врач-эндокринолог Марина Середа. На сегодняшний день на учете в Славянской ЦРБ с диагнозом сахарный диабет состоит почти 4000 пациентов, и количество заболевших постоянно растет. Дело в том, что это достаточно коварная болезнь, и не все люди с сахарным диабетом догадываются о развившемся у них недуге. Постоянная жажда, быстрая потеря веса, сохраняющимся чувством голода, головокружение, утомляемость, судороги в ногах. При появлении таких симптомов нужно как можно скорее сдать кровь на сахар. Чем быстрее выявить заболевание, тем легче его будет сдерживать. Сахарный диабет – это хроническая заболевания основным признаком, который является повышением уровня глюкозы в трорезе. Нормальные показатели органов правительства, они составляют натощак от 3 до 3 до 6,1 миллиметра. То есть, тем выше или ниже показатели уже требуются консультации специалистов. Многие думают, что диабет – это болезнь пожилых людей и тех, у кого плохая наследственность. На самом деле это не так. Среди основных причин, вызывающих данное заболевание, врачи называют неправильное питание, малоподвижный образ жизни, злоупотребление лекарственными средствами. Поэтому в целях профилактики прежде всего необходимо изменить свой образ жизни, тщательно следить за питанием, заниматься спортом или лечебной физкультурой, ну и, конечно же, регулярно проверять уровень сахара в крови. Сейчас для этого не обязательно обращаться в больницу. Можно приобрести глюкометр. На встрече врачи показали, как им правильно пользоваться. Следующее занятие в школе здоровья будет посвящено профилактике туберкулеза. У нас теперь работает кабинет доврачебного осмотра. Любой желающий может прийти и выписать направление на флюорографию. Не надо стоять в очереди, ни в регистратуру, ни к участковому терапевту. Приходит, берет направление, идет флюорографию, делает и все. Заседания школы здоровья проходят раз в месяц. Принять в них участие приглашаются все желающие. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».